Если вы на YouTube не первый год, то наверняка знаете, что абсолютной классикой в люксовой косметике в плане бронзера являются бронзеры от Guerlain. И сегодня я вместе с вами хочу выяснить, стоят ли эти бронзеры свои шумихи, и конкретно мы с вами поговорим о новинке этого лета. Это бронзер от Guerlain Terracotta Light. Я себе взяла оттенок номер 3, который называется Natural Warm. И это, кстати, было не первое впечатление. Я этим бронзером пользуюсь уже где-то недели-полторы, постоянно его использую, сравниваю со всем, что у меня есть, с моими фаворитами текущими я тоже его сравнила. Поэтому я вам покажу и сводчи сравнительные, и при дневном освещении этот бронзер покажу, и нанесение его покажу. В общем-то, максимум информации постараюсь вам дать, потому что продукты люксовые стоят достаточно дорого. И я надеюсь, что мое видео поможет вам определиться, нужен вам этот бронзер или нет. Потому что, поверьте мне, по его сводчу ничего не понятно. Если просто прийти в магазин и сделать сводч, можно просто ужаснуться и уйти после этого, ничего не купив. Но при этом у него есть свои как достоинства, так и недостатки, или скорее особенности, которые я освещаю в этом видео. Поэтому, если увиденное вам понравится, то, возможно, это как раз-таки ваш продукт, и вы тоже присоединитесь к культу почитателей этого продукта. Если же нет, наоборот, вам это не понравится, то, соответственно, вы сможете сделать свои выводы и уберечь свои деньги. Перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться под видео. Нажимайте также на колокольчик, чтобы YouTube вас оповещал о выходе моих новых видео. И давайте приступать к обзору. Давайте для начала, как обычно, пройдемся по фактам. Когда вы покупаете этот бронзер, вы получаете 10 грамм продукта. Сделан этот бронзер во Франции. И что касается его упаковки, то здесь, конечно, Герлен не подкачали, потому что упаковка очень красивая. Здесь в зависимости от того, как преломляется свет, появляется или пропадает логотип Герлен. И все вот в таком вот терракотовом оттенке. Очень красиво продуманная эта упаковка. И сам бронзер выглядит вот так. Вот я вам покажу, как он выглядел, когда я только-только его получила. То есть в девственном таком состоянии покажу вам его обязательно, потому что он очень красиво выглядел. И, в принципе, за время того, как я им пользовалась, вот этот общий рисунок не потерялся. Естественно, он такой немножко более запаленный, но все равно общий рисунок хорошо читается. Я люблю наносить бронзеры большими вот такими пушистыми кистями. И первую ясность, которую я хочу внести, это то, что этот продукт, это действительно на 100% бронзер. У вас не получится сделать коррекцию этим продуктом. И вы знаете, есть такая косметика, которая как бы на грани. Вроде бы как и корректор, но не совсем. И можно одним продуктом заменить сразу две вещи. То есть сделать и коррекцию, и вроде бы как забронзировать лицо. Здесь это исключительно бронзер. И даже конкретно вот эта вот линейка Терракота Лайт, я бы даже сказала, бронзер немножко с гибридом румяна, наверное. Потому что здесь вот эти вот вставки, у меня конкретно это такой вот как розовато-персиковый оттенок. Вот эти вставки все-таки заметны на лице. То есть когда вы смешиваете все эти оттенки вместе, то получается какой-то такой рыжовато-персиковый оттенок. Я не могу сказать, что он мне не нравится. То есть он красиво выглядит на лице. И, кстати, запах тоже очень активный у этого бронзера. То есть даже когда вы наносите, вы будете чувствовать вот конкретный запах этого бронзера. Это совершенно нелегкий такой аромат, он скорее более навязчивый. Но тем не менее, когда его наносишь на лицо и растушевываешь, вот на мой взгляд, это превращается в что-то среднее между тем, что я нанесла румяна, и бронзер себе на лицо. Лучше всего этот бронзер как раз-таки выглядит вот в этой части лица. То есть если вы наносите на лоб, если вы наносите на зону скулы или под скулой. Вот, если демонстрировать этот бронзер в действии, то выглядеть он будет вот как-то вот так. Я не считаю, что это тот бронзер, который, знаете, ругаются, что он слишком рыжий или слишком оранжевый, слишком терракотовый. На мне этот оттенок выглядит абсолютно нормально, он меня освежает, он меня делает более, возможно, загорелый, более свежий какой-то. Именно из-за своей вот этой вот тональности. Для меня это, скорее всего, будет сугубо летний продукт, потому что чем светлее будет становиться моя кожа ближе к зиме, тем больше и больше, мне кажется, он будет напоминать румяна, нежели бронзер, потому что в нем будет больше простреливать вот этот вот персиковый подтон, который в нем явно присутствует. Вы знаете, что на данный момент я больше всего обожаю вот эти два продукта, и если сравнивать их с Guerlain, потому что здесь разница в цене просто колоссальная, особенно с бронзером от Makeup Revolution, вообще это палетка Renaissance Glow, я просто обожаю этот корректор-бронзер, для меня это действительно продукт два в одном, то есть здесь и коррекция, и бронзирование в одном продукте, но если их поставить рядом с Guerlain Terracotta, это два кардинально просто разных продукта, то есть они настолько сильно отличаются, что здесь действительно нужно выбирать, что вам нравится. То ли такая более холодная коррекция с элементом бронзирования, то ли бронзирование с элементом добавления румян, потому что если их поставить рядом и свочи рядом сделать, то вы увидите, что Makeup Revolution выглядит каким-то серо-грязным рядом с бронзером Guerlain, потому что Guerlain очень сильно вытягивает в нем вот этот холодный пигмент, из-за того, что они на контрасте вот так вот рядом находятся, вы увидите, что один такой конкретно холодный, прям такой вот как сливово, даже серый, а бронзер Guerlain становится таким вот ярко, как будто даже оранжевым. Но если сравнить, например, его с бронзером от Гош, то Гош просто намного более пигментированный. У них тональность, можно сказать, даже похожа, но если этот я беру и набираю вот так вот, то Гош я могу только один раз промокнуть, а потом растушевывать, иначе будет слишком много. Здесь же, как и любые люксовые продукты, они сделаны так специально, и в любом случае, если будет мало, вы могли наслоить и получить желаемый результат. В то время как Гош, это middle market, и это немножко у них даже есть направление такое ближе к профессиональному, там, где действительно достаточно только один раз вот так вот кисточкой дотронуться, но потом нужно знать, как это растушевать, иначе вы можете поставить себе пятно. Из всей моей коллекции больше всего бронзер от Guerlain мне напомнил бронзер от Physicians Formula, это Butter Bronzer и оттенок Light. Этот бронзер я очень не люблю, на мне он выглядит желтым, я уже много раз об этом говорила, но я знаю, что некоторые из вас наоборот его хвалят и говорят, что это ваш любимый бронзер, вот если вам он нравится, то Guerlain вам понравится, мне кажется, еще больше, потому что чего мне не хватило в этом, так это вот именно вот этого ближе к терракотовому подтону, то есть на мне он слишком желтый, а из-за того, что в Guerlain все-таки присутствуют вот эти вот розово-персиковые вставки и вообще разные оттенки коричневого, то он сливается в что-то такое более нейтральное, в то время как Physicians Formula более желтым выглядит именно цветом. В любом случае, все свочи, все сравнения я вам покажу, чтобы вы сами смогли сделать выводы. И если послушать мое субъективное мнение, мне нравится этот бронзер, но, как я и сказала, он мне нравится сугубо для достижения вот этого эффекта, который вы сейчас видите у меня на лице. Станет ли этот бронзер моим фаворитом и буду ли я им пользоваться постоянно? Вы знаете, наверное, уже частично стал, потому что с момента, как я его получила, я постоянно им пользуюсь. И я им постоянно пользуюсь именно как бронзером, но, тем не менее, я не перестаю все равно пользоваться и бронзером от Makeup Revolution и вообще вот этой палеткой, потому что мне все равно нравится этот эффект коррекции, который делает именно вот этот продукт. Сегодня, к примеру, вот этот продукт от Makeup Revolution я нанесла вот так вот по зоне челюсти, и я понимаю, что Guerlain там делать нечего, потому что иначе это будет просто какая-то рыжевато-персиковая борода у меня, но в то же время на скулах, на лбу мне нравится, как он выглядит. Что касается его стойкости, то здесь у меня претензий опять-таки нет, потому что от начала нанесения до момента, когда я хочу смыть его с лица, он на мне присутствует, он не выцветает, он никак не тускнеет, он не меняет свой оттенок, то есть как вы нанесли его с утра, так он будет выглядеть и до конца дня. Последнее, что я хочу добавить в этот обзор, это съемку при дневном освещении, чтобы вы посмотрели, как этот бронзер выглядит не только вот в искусственном освещении, но также и при дневном свете, мне кажется, что тоже очень симпатично. Если вот так вот прямо смотреть на кожу, то он растушевывается даже, можно сказать, почти в ничто, но когда преломляется свет и под скулой появляется тень, то он и начинает выглядеть так, как, собственно, и должен выглядеть бронзер. Ну, в общем-то, вы сейчас можете сами все своими глазами увидеть и сделать свои выводы. У меня на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, конечно же, поставьте мне палец вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконочку вот здесь вот, и также я вам оставлю другие какие-то свои видео, если вы их не смотрели, можете сейчас включить какое-то из них и посмотреть, а если вдруг вы их уже видели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.